перейдем к броши вот такой брошь я нашла брошь явно винтажная стоила 5 долларов я не нашла тоже маркировку по моему сейчас я проверю может быть я и нашла потом потому что я повторюсь я некоторые вещи просто покупала потому что они мне понравились а потом обнаружила что маркировки маркировка на них таки есть вот на этой нет маркировок видите как с обратной стороны она сделана она как бы состоит из двух элементов которые вот так вот на заклепки насажены на другую что говорит по моему об ее возрасте и она довольно интересная тоже золотая брошь но тоже не такая яркая блестящая ведь и есть матовые элементы есть есть элементы блестящего металла интересная вещь красивая мне понравилась она лаконичностью простотой но в то же время есть не что-то интересное посмотрите какая интересная структура на этих элементах матовых красивая брошка маркировок нет в интернете ничего не нашла и из той же серии брошь которая тоже стоила 5 долларов тоже я думаю что она винтажная потому что она довольно тяжелая и очень такая знаете видно что качественная вернее в ней я нашла какой-то такое типа место где может быть должна была быть маркировка но видите вот здесь какая-то площадочка была где же она была вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь я сейчас ножницы покажу они остренькие вот тут видите явно что-то выступает такая площадка на которой возможно была маркировка должны были ее нанести но почему-то не нанесли я находила очень похожие броши по-моему кора есть такой похожий дизайн но не совсем то же самое но опять же повторюсь это такой классический дизайн брошей из металла просто металл без всяких добавок вот такая вот интересная красивая брошь очень лаконичная очень так минималистичная но в то же время она хороша очень хороша длинная игла в общем я думаю что это винтаж какой-то но не уверена потому что маркировка или была и стерлась или ее почему-то не нанесли переходим к следующей броши значит оценили ее в 4 доллара как вы видите ее оценили дешевле чем вот эти две броши хотя она до маркирована вот это меня всегда поражает я вам хочу сказать что очень интересный момент я когда вот ее вижу вот она вот так вот висит на стенде да я делаю эту брошь и вижу что вот здесь вот вот это вот это не я сделал вот это все отогнуто погнуто я понимаю что человек который был до меня он значит вот так вот отогнул потому что он искал маркировку то есть все охотники за винтажом когда они приходят винтажный магазин и видят вот такую брошь которая висит на стенде они первым делом начинают проверять ее на маркировку вот так вот отгибаются одной стороны отгибают с другой стороны и ничего не видя вешают ее назад если им нужна брошь маркированная если они хотят ее продать как человек который пришел до меня мог не заметить маркировки я не знаю потому что даже я сослепу заметила что есть маркировка маркировка сараков видите сараков то есть это брошь сарака вентри и они я находила их в интернете они не очень дорого стоят но тем не менее она стоила 4 доллара явно человек смотрел искал маркировку и не нашел это очень странно но тем лучше для меня что называется у нее красивый очень цвет видите она не такая золотая как вот эти вот все вещи а такая и нести но и в то же время не серебряная это такое лимонное что ли золото которое в принципе очень редко встречается мне кажется как правило вот такой вот золото такой прям знаете золотое то есть вот такое желтое золото розовое бывает еще или вот такое вот редко встречающиеся лимонное золото мне она очень нравится потому что это не прям такое золото золото а в принципе такое золото интеллигентно нежные такой расцветки красивые листики хорошо сделано аккуратненькая брошечка небольшого размера и очень симпатичная по-моему так вот такая вот вещь вещица вот такой браслет этой серии что я увидела его просто он мне понравился я его взяла себе в мешочек в котором я который я держу в руках когда я складываю и заинтересовавшие меня вещи потом я их рассматриваю пересматриваю здесь я взяла и посмотрела и не нашла ничего никакой маркировки слепая я женщина и подумала ладно стоит он 4 доллара такой симпатичный весенний летний симпатичный браслетик пусть будет я его купила потом пришла домой давайте я срежу цену так вот такой вот симпатичненький браслет у него есть застежка и я искал маркировку на застежке если честно как правило маркировка ставится на застежке но здесь ничегошечки нету а потом уже придя домой покрутивший повертевший его открывший примеривший я обнаружила вот здесь маркировку это лис клейборн здесь lc лис клейборн что в принципе у них есть винтажные вещи у лис клейборн есть современные эта компания до сих пор существующая но их украшение довольно ценится и не считается каким-то шерпотребом и дешевкой в принципе лис клейборн это довольно хорошая компания посмотрите как он красиво симпатично смотрится очень красивый разноцветный такой летний браслетик еще я очень ценю в браслетах что что они тогда не с меня не падают потому что мне все браслеты очень велики а когда они мне по размеру моей руки то это очень для меня важно ну что ж перейдем к следующему украшению так это сейчас будет долго сразу покажу значит здесь на обратной стороне написано канада и сара компания 40 в интере делала украшение для канады вот для как для именно канадских каких-то компаний и поэтому они были написаны канада когда производились или в канаде или для канадских каких-то компаний значит вот такой вот кулон вставка вы знаете как я думаю что это стекло к стекло и длинная длинная цепь которая вот здесь вот действительно очень много застежек тут уж я долго тут уж я очень долго не понимала что здесь происходит пока наконец не сообразила посмотрите здесь видите два замочка здесь два замочка и замочек на самом кулоне вот видите то есть он к его можно с этой цепи отстегнуть почему и зачем ну во первых вы можете прицепить к тому к чему вы хотите а во вторых вот эти две цепи их можно отсоединить то есть получается что как будто бы двойная цепочка когда они вот так вот все соединены вместе и кулон висит вот здесь внизу если их отсоединить друг от вот эти мне очень понравилось это украшение я люблю всякие трансформеры мне интересно с ними иметь дело у вас получается две цепи одна длинная видите вот такая вот длинная цепочка и одна короткая цепочка то есть вы можете носить их по отдельности можете вместе соединить получить две цепи и кулон можете отдельно носить длинную цепь и короткую и кулон вы можете прицепить короткой цепочки или к длинной зависимости от того как вам хочется поэтому вот вся она сделана из таких вот из конструктор такой и поэтому кулон тоже на застежки что вы можете его надевать на длинную или на короткую цепь а можете их соединить вместе и носить вместе с кулоном все вместе кулон очень красиво сиреневого цвета такой камень тяжелый такой качественный очень классический такой старомодный может сказать да кулон за возраст не скажу очень трудно понять и вот такая вот цепь цепь красивая тоже такая с носичками симпатичные цепи в общем хорошая находка слова не очень дорого я считаю что это очень удачная находка следующее это клипсы видите у них вернее серьги видите здесь видимо была потеряна потеряна заглушка кто-то уже нацепил какую-то свою стоили они тоже 6 долларов и на вид они такие знаете я когда их увидела я сразу подумала что что-то они мне напоминают и сейчас я вам объясню что и расскажу мне есть украшение этой компании рассмотревши на обратной стороне давайте я вам буду показывать там где так посмотрим здесь есть маркировка очень мелко написанная так компания ватинг-энд-дэвис и что-то еще что я не могу разобрать прям могу бэкс да может такой бэкс не знаю почему бэкс ну короче вот такие вот серьги вот с такой вот сеточкой значит я когда их увидела я сразу заподозрила что то что что-то в них что именно это эта компания потому что она была известна именно своим это называется такой мэш металлический мэш то есть металлическая сетка помните были в 80 очень модно серьги такие как металлическая сеточка такая свисающая сухо я может быть найду картинку я вам пока очень много вещей вот сделанных такой знаете ожерелье форме платка сделанного из вот этой вот металлической сетки я как-то в америке купила это просто их их классическое очень известное украшение их змея сделаны из из вот этой вот сеточки я вообще знаете даже покажу наверное может быть кто-то не видел потому что я снимала видео про это давно сейчас я вам принесу покажу одну секунду в одну из моих поездок в штат я в одном секунде у них нашла вот этого цепь который сначала даже подумала что это пояс но в принципе да его используют как пояс и используют как ожерелье вот если два раза обмотать вокруг шеи то его можно использовать как ожерелье ведь она все сделано из вот этой вот как будто бы чешуя змеи но на самом деле это вот металлическая такая сеточка ну я не знаю как это по-английски это мэш а по-русски это сетка можно сказать но металлическая сетка в общем-то но не совсем сетка вот такая вот ох не знаю как то как это сказать правильно девочки вы меня понимаете о чем я говорю и вот такая вот она красота два раза оборачивается вокруг шеи и вот так вот сама себя сама себя вот так вот кусает за хвост и вот таким образом она застегивается это просто их самое известное украшение самое известное их произведение у них есть такие браслеты колье вот колье пояс есть колье короткие длинные которые можно носить как колье и как пояс я знаю что они известны вот именно вот этими своими вот именно вот этими вот своими металлическими кольчушка такая вот вспомнила такой кольчугой металлической и вот здесь эта маркировка whiting and davis они довольно дорого ценятся на рынке довольно редко они встречаются я нашла в интернете похожие в общем-то клипсы не совсем такие но похожие факт тот что их оценили в такую цену в общем конечно говорит о том что не очень люди понимают ну вернее может быть они просто знаете далеко от раунд и они не очень знают какие сейчас цены потому что в других наших секондов там где городе где я живу любой маркированное украшение будет стоить 10 долларов любое неважно вот такой допустим дорогой бренд как whiting and davis или это будет какой-то просто современный там banana republic то что в общем современные украшения американской компании или j crew ну в общем любое маркированное украшение будет стоить не меньше 10 долларов но вот такое вот причем она винтажная думаю что это 70 вот такие вот интересные клипсы мне нашлись вот такой шикарный совершенно браслет я просто обалдела когда я его увидел я не поверила своим глазам и он стоил всего лишь сколько же он стоил 5 долларов это конечно а кстати вот это вот украшение 40 кавандры делаем для канады тоже стоит 5 долларов у меня просто этикетка от него отвалилась тоже маркированное украшение очень интересное очень красивое но вот так они его оценили этот браслет просто необыкновенный красивый сделан в технике дамаскин страховочная цепочка присутствует на нем что говорит о том что вещь дорогая обычно страховочные цепочки на браслетах обычно пределы к вещам довольно дорогим дешевая как бы не стоит даже заморачиваться и все на месте прекрасное состояние внутри он видите сделан сейчас я его расстегну не хочу цепочку расстегивать посмотрите внутри он сделан вот такой вот насечкой и каждое звено соединено вот такой вот интересной перемычкой вот такая вот интересная картинка на каждой на каждой браслетине я находила их в интернете они довольно дорого продаются чему я совершенно не удивляюсь они почему-то называются испанские что это испанский браслет испанский браслет стиле дамаскин вот все вот такие похожие браслет которые находил назывались испанские повторюсь купить такой браслет за 5 долларов это просто я считаю невероятная удача потому что он очень красивый и очень редкие довольно качественный и в общем такая дорогая вещь красивая так следующее украшение это колье тоже купила его за 5 долларов всего лишь и тоже не заметила маркировку на нем потому что когда в магазине рассматривала то во первых долго смотрела чтобы все камушки были на месте все абсолютно на месте ничегошечки не потеряно все стразики очень красивые медовые и коньячного цвета кристаллы и я посмотрела на замок на замке никакой маркировки не нашла крючок и только придя домой разглядела что вот такой вот у него есть внизу шилдик это по моему кора правильно я не путаю правильно это кора по моему кора маркировала свои колье вот таким вот образом пределов вот такой вот шилдик к цепочке очень красивое колье тоже такое лимонное золото кстати очень подходит в комплект вот с этой вот брошью посмотрите у них совершенно одинакового цвета металл такой вот лимонный цвет золото мне он очень нравится очень необычный и вот такой вот я не могу сказать что мы прямо очень шикарно в смысле какие-то там навороты стразы но достаточно красивая красивые очень кристаллы в прекрасном состоянии абсолютно никаких повреждений колье конечно же винтажное без сомнений вот такое вот вот такая вот необыкновенная красота на все времена прекрасно винтажное украшение ну и последний лот в нашем так сказать да вы видите вот такой вот комплект мне достался клипсы оценены были в 4 доллара и в 6 долларов брошь абсолютно не сомневаюсь в их винтажности и очень редкое молочное стекло прекраснейшем состоянии все кристаллы все 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 на месте видела их в продаже за довольно дорогую цену причем видела набор который был написан как заявлен как комплект брошь и клипсы клипсы были похожи но не так но не очень подходили я поставлю картинку на мой взгляд к этой броши мои клипсы просто один к одному это вот действительно комплект и у них есть маркировка только на клипсах на броши маркировки нету и сейчас я их сниму и покажу вам клипс маркированный маркировка континенталь сейчас попробуем показать сейчас на этой плохо видно на этой видно лучше по моему да вот здесь написано континенталь это известная винтажная компания причем я вам хочу сказать опять же показывая на брошь видите кто-то пытался найти в ней маркировку тут отгибал разгибал разглядывал смотрел маркировки не нашли действительно на броши маркировки нету есть маркировка на клипсах клипсы висели немножко в другом месте по отдали от броши поэтому человек который пытался разглядеть не нашел маркировку на не понял что это за компания но я вам хочу сказать даже если бы я я кстати нашла сначала брошь ведь какая длинная иголка я нашла сначала брошь тоже посмотрела не нашла маркировку я бы ее купила по-любому за 6 долларов я бы купила такую брошь не сомневаясь ни одной секунды даже если бы я не нашла клипсы с маркировкой потому что брошь из молочного стекла винтажные броши из молочного стекла это редкая ценность очень дорого ценится на рынке я вам покажу за какую сумму я находила отдельно брошь и брошь с клипсами другими не не этими клипсами клипсами другие клипсы были другие которые не очень по моему подходит вернее подходит но не совсем так подходит как подходят мои и это конечно редкая несомненная удача найти такой комплект да еще за такие деньги вот девочки серьезный я поэтому теперь этот магазин я как бы это мой центральное теперь место куда я буду ходить хотя мне туда ехать полчаса на машине иногда в трафике иногда в пробке это не очень удобно но вот люди которые оценивали в магазине маркированные винтажные клипсы оценили в 4 доллара а вот такой брошь оценили в 6 по-моему да ну это конечно просто я вам еще раз повторюсь если бы это был другой магазин который поближе к торонто этот комплект бы стоил долларов 25-30 я вот вам гарантирую а вот в этом магазине там конечно еще люди ну как бы не не очень не очень так сказать правильно оценивающие винтажные вещи и за счет этого конечно меня постигла вот такая вот удача считаю что это прям клад находка и вообще все вещи очень красивые очень такие знаете редкие винтажные вещи смаркированные есть простые есть попроще есть вещи которые я купала потому что просто они мне понравились не потому что они представляют какую-то ценность вот ну вот такое вот собрание сочинений у нас сегодня с вами я очень надеюсь что вам понравилось и на я очень надеюсь что вам было интересно я очень надеюсь что вы подпишитесь на меня если вы еще не подписаны если вам понравилось то вы поставите лайк я буду очень вам благодарна и признательна а на сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую пока пока